Стипендии спортсменам, субсидии аграриям, повышенные компенсации родителям. Сегодня на очередном заседании члены Кабинета Министров одобрили сразу несколько важных постановлений. С подробностями Дмитрий Ковалев. Спортсменов, которые отправятся бороться за медали на Сурдолимпийских играх в Болгарии, уже сейчас поддержат рублем. Кандидатам в эти сборные назначена солидная стипендия – 35 тысяч рублей. Надежду в Чувашии возлагают на пятерых человек. Сейчас они проходят усиленную подготовку. Денежные выплаты для них должны стать неплохим стимулом. Аналогичные стипендии выплачивались спортсменам Чувашской республики при подготовке к Олимпийским, к Паралимпийским играм, а также к предыдущим Сурдолимпийским играм, которые проходили в 2009 году в Тайбее. Большие суммы в этом году направят и на поддержку аграриев. Почти 80 миллионов рублей поделят между теми, кто нацелен на развитие животноводства. Около 40 миллионов получат те, кто выращивает семена высшего сорта. Субсидируют из бюджета затраты и на покупку средств химзащиты. Суммы денежных выплат постоянно корректируются. К примеру, в этом году поднялась ставка на приобретение элитного зерна. Изменения произошли на субсидии по животноводству, в частности касается высокопродуктивного скота, где мы планируем начинать выплаты субсидий организаций, которые надавят по прошлому году свыше 4 тысяч литров на одну фуражную корову. В прошлом году было 3900 и ставка для этих повышается на 100 рублей, 3200 рублей. Частным детским садам в этом году тоже поможет бюджет. Субсидии на оплату труда, закупку игрушек и учебных пособий должны сказаться на кошельке родителей. Платить за пребывание своих чат они станут меньше. Правда, вопросы к этому проекту еще остались. Со стороны государства должны быть равные подходы к детям, которые в детских садах. И для родителей. Если родитель находится близко с детским садом, где он является частной собственностью, или государственной частной собственностью, исходя из этого, платежи должны быть примерно равны. Значит, мы государственным даем, а частным не даем. Здесь наоборот, направление должно быть привлечение коммерческих структур, предпринимателей, которые на самом деле будут создавать. Мы же программу принимали и четко обозначили 5 направлений. В одну структуру в этом году сольются все столичные центры социального обслуживания. Принцип их работы не изменится. Сократить планирует только управленческий персонал. По подсчетам, сэкономить на этом удастся более 2 миллионов рублей. 23-е профессиональное училище в этом году тоже пройдет оптимизацию. Теперь оно будет работать на базе экономико-технологического колледжа. Минобразование, говорят, сокращений не предвидится. Специальности останутся те же. Объединить учебные заведения пришлось бы в любом случае. Загружено оно было всего лишь на треть. Нам важно считать бюджетные деньги, деньги налогоплательщиков, чтобы они целесообразно, грамотно, эффективно использовали системы подготовки, переподготовки кадров. И я думаю, вот это выстраивание единой цепочки получения профессии начального уровня, среднего уровня, высшего профессионального образования, я думаю, тоже оно выстраивается в общую логику. Через 5 лет на базе уже объединенного колледжа планируют создать и центр профессионального обучения инвалидов. Факультет народных промыслов, где учатся и ребята с ограниченными возможностями, давно прославился за пределами региона. Дмитрий Ковалев, Николай Яковлев, Республика.